Ну-ка, еще раз пройдитесь, как-то интересно вы ведетесь. Ножки вместе. Я чуть-чуть вас увеличу, деформацию. Первое, что меня смущает у пациентки, что таз смещен в сторону. Чуть-чуть я побольше смещусь. Вот так, держитесь. Видно ли таз смещен в сторону? Как я это обнаружила? У меня здесь нет расстояния между рукой и туловищем. Видно ли? А вот тут есть большое расстояние. То есть по какой-то причине таз латерально смещен в сторону. Хорошо ли это видно? Я смотрю, если таз латерально смещен в сторону, он должен быть или во флексии, или в экстензии. Нахожу задние ости, передние ости. Таз опрокинут вперед. Значит, проблемы какие, если весь таз опрокинут вперед? Связочные проблемы. Я смотрю большие ягодичные мышцы и грушевидные мышцы. Так, наложитесь, пожалуйста. Похоже, что мы попали. Попали. Да, пока я не забыла еще. У вас курточка вот эта снимается? Для широкой связки матки характерна особая деформация таза. То есть, с одной стороны крыло будет намного выше. Видно, как намного выше? Видно, что крыло намного выше? Вставайте, пожалуйста, на кушетку. Выкинь. Черт возьми. Маечку поднять. То есть, крыло будет намного выше, а седалищный бугор будет намного ниже. То есть, будет не наклон крыла, а будет широкое крыло. Видно, какое широкое крыло? А вот маленькое, маленькое, маленькое сжатое крыло. Вот посмотрите. Видно, какое широкое крыло? Вам видно? То есть, крыло совершило абдукцию и наружную ротацию. А здесь крыло маленькое, совершило приведение и внутреннюю ротацию. Это наиболее характерно, когда имеется дисбаланс со стороны широких связок матки. Ни одна связка не дает такого нарушения. Когда одно крыло просто разваливается, где крыло? Спасибо большое. Одно крыло просто... Кто это затянул? Одно крыло просто развалится, а второе укорочено. Вот такая форма таза. Запомните, пожалуйста, вы находите, что здесь крыло выше, но и здесь... Видите, насколько ниже крыло? Но меня смущает, что у моей пациентки, помимо этого нарушения, имеется еще особенность в коленных суставах. Вот что вы видите в коленных суставах? Простите, пожалуйста. Вот что вы видите в коленных суставах? Переразгибание в коленных суставах. Видно, как переразгибание в коленных суставах. А о чем это говорит нам? Желчная подколенная мышца. Подколенная мышца. Мышца. А подколенная мышца гипотонична при нарушении? Желчного пузыря. Желчного пузыря. А желчный пузырь фиксирован рядом? Печень. С печенью. Будьте осторожны, пожалуйста. Если к вам приходит пациент с болью в поясничном отделе, первое, что вы смотрите, действительно, большие ягодичные мышцы гипотоничны. Тут нет спору. Но какая-то странная форма таза. Таз совершил и абдукцию, и наружную ротацию. А здесь и абдукцию, и внутреннюю ротацию. Одна половина толщины огромная и широкая, а другая маленькая и сжатая. Видно, как сжата? И всегда обращайте внимание на подколенные мышцы. Если имеется переразгибание подколенных мышц, это означает, что не работает желчный пузырь. А желчный выделение – это функция печени. Я должна спросить у нее про какие-то еще локализации боли. Где я буду спрашивать? Если печень не работает, где локализация боли будет? В плече. А не болят ли у вас плечевые суставы? Ну, иногда, но... Располагайтесь, стесняйтесь, я посмотрю, как они болят у вас. И не имеют ли пальчики у вас? Нет. Ну, болезнь, ну, по-чуть, сильно. Ну, здесь больше. Смотрю грудно-брюшную диафрагму. Вдохнули? Нет, здесь хорошо. Вдохнули? Нет, здесь хорошо. Вставайте, пожалуйста. Сюда? Я не вижу причин для подколенной мышцы. Какие еще мышцы могут давать переразгибание? Я не быстро сказала? Уважаемые коллеги, еще раз повторяю. Когда переразгибаются подколенные суставы, мы сначала думали о подколенной мышце. Но подколенные мышцы связаны с желчным пузырем. А желчный пузырь связан с печенью. Я сразу смотрю, не расслаблены ли, не гипотоничны ли большие грудные, грудинные порции, которые связаны с печенью? Нет. Есть небольшое нарушение, но незначимое. Значит, не подколенные мышцы. Что еще может дать гипотонию? Переразгибание. Экстензоры бедра, конечно. А какое отношение экстензора бедра имеет к матке? Экстензоры бедра ассоциированы с чем? С прямой кишкой. А прямая кишка имеет тесные связи с маткой. То есть, взглянув только на то, как пациент стоит, вы уже будете думать, что вы будете работать не на печень, не на пупке, не на пузырно-маточной связке, а скорее всего на связках между прямым кишком и маткой. Как это усвоилось? То есть, у меня будет две связки нарушено. Будет связка круглая связка нарушена и будет связка маточная прямокишечная. Я только посмотрела, но я буду сейчас смотреть, действительно ли это так. Располагайтесь на животе, пожалуйста. Удалось увидеть? Смотрю экстензор бедра. Перепроверяю свои визуальные находки. Может быть, я ошиблась. Далее. Ударим сильнее. Сопротивляемся. Очень печально. Магнит. Ударим. Ударим сильнее. Привмилофедрально. Приватрально. И там, и там. Я, может быть, слишком одно и то же повторяю. Просто это очень важно. Если у человека имеется компрессионный синдром, то всегда гипотония будет с... Если двухсторонний синдром, это или меридиан, или орган. Потому что прямая кишка, она одна, влияет на два органа. Я хочу узнать, так ли это. Не ошиблась ли я. Давайте посмотрим. На крестец или на... Давайте посмотрим. Когда локализуется... Дело локализуется на крестец. Что-то меняется или нет? А если немножко чуть пониже? Сейчас мы в области копчика. Да, ближе к копчику. Почему ближе к копчику? Потому что прямая кишка, которая располагает в области копчика. Я смотрю, будет ли какая-то реакция? Да. Мы о прямой кишке будем на следующем семинаре много говорить. Потому что там есть определенные сфинктеры, которые имеют вегетативную иннервацию. Чуть еще. Чуть еще колдальнее сместился. Дайм, 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 дайм. Так, да. Дайм, 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 дайм. Теперь я хочу узнать. А грушевидные мышцы в нормальном тонусе? А большая ягодичная хорошо работают? Может быть только прямая кишка первичная? Я не буду матку трогать. Но прямая кишка не дает такой формы крыла, грушевидные? такой формы крыла не дает чтобы наружной было что приведение было внутрь не ротаться только ручку вот сюда поставьте пожалуйста сюда руку на esp21 зачем чтобы не было локальной гипервозбудимости другая ножка скажите пожалуйста что почему у нас получилось что с одной стороны грушевидная сторона гипотонично то есть имеется преобладающие нарушение одной связки большая ягодичная если это точно матка а не что-либо другое то будут гипотоничные две мышцы не разгибаем ногу а вертой гипа чуть разведение если пациент не понимает как оказать ваше сопротивление и не понимать что необходимо сделать то всегда очень важно человеку долго нудно объяснять и это для вас признак того что мышца не работает я располагаю магнит на уровне матки спереди матка располагается прям сразу за лобковым симфизом чуть-чуть выходит на поверхность поэтому ваша рука с магнитом располагается прямо на лобковой кости хочу узнать что-то изменится или нет потому что мне надо знать точно ли большая ягодичная гипотонично то что матка не работает а может быть и на рваться нарушена мультикровоснабжение нарушена что скажете меняем положением магнита то есть попробуем сделать поскольку иногда страдает не сам орган а большая связка которая располагается вот к нему можно сделать более локально магнит смещая его в сторону сместился левее левее латеральный то есть магнит можно по центру расположить как диагностируем отцу как орган а можно сместить в одно столом или другую сторону да да и семейцы проверим и снова перепроверяем вот тут получше скажите пожалуйста как получилось так что когда мы расположили магнит по правой стороне восстановились большие ягодичные мышцы а гипотония грушевидной мышцы была слева с левой стороны ягодицы с двух сторон слева грушевидной а чем это может нам говорить что скорее всего имеется поражение матки с одной стороны и круглой и большой желтой связке а яичника с другой стороны как только вы расположили как только вы расположили да а мы не проверили насколько матка первична ведь у нас два органа поражены прямая кишка и матка если действительно поражение матки первично а не поражение прямой кишки первично то тогда экстензор ведра восстановится понятно ли уважаемые коллеги если бы была первична поражение прямой кишки то тогда бы не было усиление экстензора бедра при локализации на область матки поэтому когда страдают два органа мы должны знать какой орган первично поражен потому что если бы это была прямая кишка я бы занимался иннервацией кровоснабжением и другие зоны нейро лимфатические нервоскулярные и меридианы другие бы смотрела а поскольку первично поражена матка я уже буду работать вокруг этого региона на спинку ложитесь есть феномен общего алгоритма диагностики я должна понять в каком направлении целесообразно работать одна рука располагается под поясничным отделом располагать вторая располагается сверху руки максимально расслаблены максимально расслаблены и мы пытаемся провести смещение тканей включая матку в разных направлениях смотря куда плотность ткани ограничена а куда избыточно подвижно для диагностики широкой связки маски было конкретно целесообразно латеральное смещение смотрим латеральное смещение в одном направлении в другом направлении плавно смещаем руку в одном направлении видно как плавно смещать то есть достигаете преднапряжение а потом ищете в каком в каком направлении имеется ограничение что скажете влево смещается хуже вправо ткани гульной мобильной то есть в правую сторону идет прекрасное смещение а в положении влево идет резкое ограничение я хочу узнать правильно ли я нашла направление но пациент у меня лежит и я могу уже использовать не большую ягодичную мышцу а среднюю ягодичную мышцу на вертикальную порцию посмотрите исходно колено прямое будем давить вниз и в сторону чтобы наружная ротация вниз и в сторону нет вот так давим теперь я хочу узнать да действительно ли воздействие в горизонтальном направлении будет улучшать функцию органа я смещаю в направлении которое нашла ограниченное видно ли и смотрю в этом ли направлении необходимо работать надо ли снять это ограничение а может в другом направлении да 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 а вот в этом направлении не желательно оказывать воздействие необходимо воздействие наказывать в противоположном направлении то есть есть варианты когда связка растянута и есть варианты когда связка фиксирована то есть самосвязка или фасциальное укорочение Если необходимо увеличивать имеющиеся ограничения, то это, скорее всего, будет растяжение фасциальных слоев. Таким образом, мы находим вариант решения проблемы. Я хочу узнать. Сейчас она немножко... Еще раз где-то не появилась. Что? У меня не состояние. Где у вас была боль? У меня вообще болит спина. Пациент говорит, ну вообще у меня болит спина. А вы что-то ковыряйте с моим животе. Как это возможно? Я нахожу болевую зону. Поскольку я знаю, что большая ягодичная не работает, то, скорее всего, боль дает или абсоус, или квадратные мышцы поясницы. Смотрю квадратные мышцы поясницы. Ваша боль? Да. Это ваша боль? Моя, моя. Теперь я, не отпуская места локализации боли, провожу смещение. Провожу смещение тканей в найденном направлении. Видно ли? Как боль? Как будто не болит. Вот здесь. Только внутри. Покажите, где болит. Болит. Еще боль спереди, она всегда есть или она только спереди? Нет, она появляется иногда, вот здесь. Болит спина вообще. Иногда. То есть болит спина и болит спереди, около лобковой кости, в области симфиза. Это вот здесь вот? Здесь. Это вот здесь вот. Почему для меня это важно? Потому что, может быть, проблема с маткой связана за счет лобковой кости. Все может быть. Я хочу посмотреть снова большую ягодичную мышцу, с третьей ягодичной мышцы, посмотрю. Стоп. Наружная ротация. Да. И смотрю. А не лобковая или кость не мешает в этом нарушении? Наружная ротация. Да. Вот стоп еще сюда. Да. Ну-ка еще. Не бросайте ногу. Нет, я поняла. Да. 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 А сюда? У нас справа была оказация. Вот здесь. Да. 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 Так. Ваша болезненность. Здесь. Вот здесь. Вот. Вот она. Ваша болезненность. Вот эта. Локализация магнита. Жду три секунды ваша болезненность. Чуть-чуть поменьше. Почему так я детально разбираю этот вариант? Потому что пациент пришел с каким-то уже скрученным положением матки. И вот эта скрученность положения матки отражается локализацией боли в области где-то лобковой кости или симфиза. И пациент говорит, у меня не только болит поясничный отдел, у меня около симфиза возникает болезненность. Я нахожу эту болезненность. Она говорит, да, я нашла эту болезненность. Теперь я говорю, действительно ли это проблема матки, а не лобковой кости. Я располагаю локализацию магнита на той зоне, которую мы нашли. Жду, как боль исчезнет и боль уменьшается. Если бы сейчас боль не уменьшилась, я бы смотрела сначала положение таза. Давайте посмотрим положение таза все-таки еще раз. Наклянь. Нет, надо встать на ножки. И встать на кушеточку. Ножки вместе. Осторожно, давайте чуть сместимся. Я нахожу крылья подзошных костей. Я нахожу крылья подзошных костей, спускаюсь вниз и поднимаюсь вверх. Я уже знаю, что у меня есть асимметрия подзошных костей и седачную пугровку. Я нахожу верхние вертилы, опускаюсь вниз и строго поднимаюсь вверх. Посмотрите, пожалуйста, какая-то странная закономерность. Крыло выше, седачная пуговая ниже, а лобковые кости, а задняя вертилы подзошных костей на одном уровне. Какой это таз? Мышечный. Скорее всего, мышечный таз. И поэтому, когда у человека возникает мышечный таз, всегда имеется асимметрия состоположения лобковых костей. И это может давать болезненность для пациента. Я хочу узнать... Вставайте, пожалуйста, спускайтесь. Положите локализацию на ту зону, которую мы нашли. Правильно положили? Да. Походите, пожалуйста. Я хочу узнать, что-то изменится с положением таза, с положением симфиза, за счет того, что я провела локализацию на матке. Не торопитесь пускать свои руки в маточную зону. Попробуйте посмотреть. Если сейчас таз останется на том же самом уровне, я буду заниматься тазом.